Музыка Итак, мы с вами подходим к месту одного из будущих рекорда. Рекорд на южан сейчас покажу. Ну вот здесь вот абрикосов немерено, мелкие, сладкие сосадки и съедобные. Это, к этим рекордам мы привыкли, это Дальний Восток, это манджурские. И их гибриды. Вот туда дальше я боюсь смотреть, крупные они там дальше, видите, вон они. Но мы туда не пойдем. Поэтому сегодня у меня задача, еще раз говорю, я готовлюсь к съемкам телеканала Кольца Садовода и одновременно телеканала Усадьба. Так, то что вы видите, это вам кажется, нет тут ничего. Дело в том, что еще вчера, вчера, позавчера было ведро собрано, немного было. Вчера собрано ведро, а сегодня я пришел в ужас, увидел это и сейчас поделюсь своим мнением. Абрикосов осталось на дереве. Оно раскидистое очень, потому что я, мой принцип, я не формировал, я не дурак. Вот, я туда боюсь даже пройти и абрикосы подавлю. Вот видите, рам на кольцо нет, я их называю смертельными. Сейчас прошу прощения. Слушаю вас. Алло, алло, я сейчас съемку закончу, перезвоню, только телефон ответил, ладно? Я в деревне, извини. Вот так. Отвлекся, но по делу. Итак, мы видим вот такую картину. Считайте, что... Такое впечатление, что ни одна не упала. Это огромное дерево. Не огромное, нет. Раскидистое. На нем невероятное количество плодов. Попробую его обойти со всех сторон. Сейчас. Сейчас поймете, к чему я клоню. Я вас интригую. Почему? Быть участником рекорда для южного дерева. Знаете, что это такое? Украина, Херсонская область. Вот Береславский район. Так. Село уже не говорю. Время какие-то настали. Ну, вы поняли. Береславский район. Видите, отсюда. Вот там, с той стороны, где запад лучше поспели, вон они желтые. Вот. Однажды. Дерево 21-22 года. Посажено. Знакомлю вас с ним. Подвой. Манджурский абрикос. Прививка на уровне земли. Чуть-чуть выше. Вот я сейчас, ладно, раздавлю несколько абрикосов. Я бы даже покажу следы прививки. Нет ювелирной работы. Святого прививки нет. Но он, правда, привит. Привит он у меня, как было две почки. Вначале было некогда. Как-то сформировать, как-то выпрямить. Я никогда не обрезаю. Он же привит был на месте. Поверьте мне, на месте. И так две ветки и пошло. Каждый из них представляет собой очень большое дерево. Слушаю, что вы идете на земле. Такое впечатление, что его еще и не... Еще и ни одна не упала. Вот сколько было. И будущий вырожай, он будет, правда, рекордный. И тут я принял решение. Вы, вас беру, свидетели. Да, два ведра собрано. Так и написано. Уже косточки выковырены. Сушатся. Написано. Жердель, мистиком, как Мелитополь. Вот. И вот получилось так, что... Кстати, видите, на днем другие не нависают. Это только с него падало. Теперь так. 30-го съемки. Для меня это очень важно. Выйти на всероссийскую арену. Вот. Поучить, что надо делать деревья. Вот такие вот. Вот опчу. Видите? Садить на холмы. Тогда они не выплевают. Вот. Громко сказать. Прекратите практику посадок в ямы. Да еще с бордюрчиками. Поэтому ты абрикосов нет в России. Это важнейшая... Одна из важнейших принципов. Вот они, холмы. Причем, чем взрослее дерево, тем больше холм. Это самозащита. Нельзя с этим бороться. Выдумывая искусственные эти ямы. Да еще набитые всяким дерьмом. На всякий случай, так как я немного еще сказал, добавлю. Почему я против ям с дерьмом, с минеральным удобрением, с органическими. Вот там идет длинный перечень фосфорных, натриевых, калиевых, азотных. Вот. Запомните, друзья. Мы... В природе садится все в землю, которая изначально не подходил человек с лопатой. И с удобрениями. И с ядохимикатами. Там, под небольшим слоем дерна, чистейшая земля, которая тысячи лет, за тысячи лет, стала стерильной. И садить мы должны не в дерьмо, а в стерильную землю. Одно из принципов нового садоводства. Железово, извините за громкие слова. Ну, раз уж я растоптал несколько десятков абрикосов. Ладно, еще. Вот эти ветки, они отсохли. Почему? Дерево смотрело вначале вверх. Потом урожай сделал из него ту самую чашу, которую я проклинаю, когда ее делают секатором. Начинается урожай, дерево раскрывается. Секатором раскрывать чашу нельзя. Секатором делать все эти всевозможные фольметы, змейки, прочую херню. Я уже с такие слова выбираю. Тоже нельзя. Дерево раскроется само. Посмотрите, почему он такой урожайный. Потому что все, практически все листья, а листья это, сами понимаете, это солнце. Вот. Сами понимаете, что чем больше солнца, тем лучше. И дерево само о себе позаботилось. Плюс то, что я не стал его калечить и переделывать. Но нижние скелетные ветки со временем отсыхают. И в таких случаях ни в коем случае нельзя делать обрезку на кольцо. Ни в коем случае здесь была бы страшная рана. Три раза больше, чем она сейчас. И когда оказалось, что ветка вроде бы отсохшая, а я ставил вот столько, и вдруг оказалось, что никакая она не отсохшая. Видите? Она продолжила свой род и продолжила давать урожай. Смотрите. Якобы отсохшая ветка. Я не это. Вижу сухая. Отрезал. Она оказалась почти сухая. Я никогда не отрезаю вот эти вот веточки, которые ненавидят, ненавидят вся вот эта современная, я ее называю, бульварной литературы. Хотя там некоторые подписываются эксперт, кандидат наук. Просто это самое ученый-агроном. Они не знают, что их не потому, что они плодоносят. Видите? Даже вот такие веточки. Просто у них какое-то извращенное представление о садоводстве. Что скелет должен быть чистый от веток. Вот. Ну, эту тему еще не раз. Вон, смотрите. Не обрезал на кольцо? Нет. Не обрезал? Нет. Мне дерево... Ну, отрезал уже чисто сухое. Вот здесь чисто сухое. Видите? Так же получилось. А тут я ошибся. Она еще и не сухая оказалась. Вот. Минимальное вмешательство. Дерево отблагодарит. И заканчиваю эту речь вот так. Представим себе, что если... Вчера было одно ведро собрано полностью чисто. Сегодня, правда, был ветер. Помог. Вместе с дождем такой порывистый. Поэтому все, что могло, упало. Но, учитывая, что упала примерно двадцатая часть. Ну, вот посмотрите сами. Я уже устал, чтобы их это... Я устал топтать плоды. Вот, видите? Это все оно, оно, оно. И еще три раза больше там, где я не показал. Вот. И здесь будет урожай. Невиданный урожай. Упало где-то процентов пять от того, что сейчас висит на дереве. И я принял решение. Видите, как долго говорю. Я все пытаюсь обосновать. Значит, я прекратил сбор. Вот уже ведра тут стоит. Вот это ведро будет. Вот это собираться. Еще раз говорю. Я заражу всю Россию. Я, именно я. Потому что мои деревья не умирают. Вот. Пусть слово я вас не смущает. Вот. И получается так. Вот видите? Эти еще не думали падать. Я еще не закончил. Эти еще не думали падать. Вот упало десяток. Их еще и рано собирать. Все. Только как это будет зафиксировано? Внимание! Приезжает телеканал. Если считать консультант садовода тире телеканал усадьба. Вы знаете, что здесь будет твориться? Я вначале так расстроился. Ой, приеду 30-го. Ой, все попадает. На дерево ничего не будет. На деревьях. Ну, давайте смотреть. Теперь я подозреваю. Видите эту зелень? На нашем дереве. Видите эту зелень? Как раз поспеет к 30-му. Упадет может уже процентов 90. Вот. Я уже купил 10 ведер. И я хочу зафиксировать рекорд. Был рекорд 23 ведра. Новый рекорд для дерева, которому 20 лет. 21, 22. Сейчас. Я последний раз ездил в 2001 году. 21 год. Или 22-й. В общем, два десятка лет прошло. Урожай будет такой. И главное, почему я вам сейчас показываю? Я сюда не носил с других деревьев абрикосы. Не подкладывал. Вон они, соседи. Вот. Этого мне не надо. Мне эти-то, дай бог, сейчас собрать. Это будет тихий ужас, когда будет плотным слоем здесь лежать абрикосы. вот. И это будет объективнейшая картина. То, что вы видели сегодня. Сегодня у нас пятница. 21 или 22. Сейчас. 23 суббота. 22 сегодня. Вот. Осталась неделя с хвостиком. Большая часть упадет, и мы зафиксируем рекорд. Вот. Потому что чем они хороши, я еще скажу. Потому что, еще раз говорю, с Украины удалось их, ну, фактически, ранировать. Хотя, за это слово меня ученые тут же прибьют. Какое имя право говорить. Вот эти абрикосы, да, вот они. Они чистосладкие. Но, еще раз расскажу эту историю. Извините, третий раз. ко мне приезжали вот в такое время. Вот. Совершенно случайно. Туристы, шара, две полные машины, Валерий Константинович, можно посмотреть, угоститься. Да ради бога. Лежали только эти, это было чуть позже. Немножко нашли королевских, немножко баев. я их угостил. Изумительнейшее впечатление было. Ну, сами понимаете. В этом году очень мелкий академик, видите. Уже академика не было. Угостил все-таки королевский. Вкуснейшее, нежнейшее. Во рту тают. Это не абрикосы. Главное, манджурский абрикос их не портил. Он у меня давно гибридный. А эти привычки на сыновей манджур, они сами вкусные. А нам только сохранили. Это я возвращаюсь, И мы оттуда, с того края сада, вот, я не дошел, ладно. Мы оттуда, с того края сада, идем сюда, вот, вот прямой путь, вот. И вот так лежали, но все-таки знаешь, что такое рекордный урожай. Они лежали в три слоя. Это было лет пять назад. И кто-то взял, пробовать можно, а тут их, нет, не тысячи, только вообще они было десятки тысяч. Да ради бога, но они кислые. А я-то умудрился на них рукой махнуть, и дерево убирать, и тогда еще косточками не торговал. Нет, тогда это было лет десять назад. Совсем молодое дерево было. но урожайное. И тогда кто попробовал, говорит, дайте вкуснее. Второй попробовал, а можно набрать. Да ради бога, все равно, я не знаю, куда их девать. Напробовались, так, и еще было два у меня друга, ну, которым мы спорили, помогали друг другу. Итого их двенадцать, я тринадцатый. И когда я сказал, поднимите руку, что слаще, нет, не слаще, есть понятие сладкое, есть понятие вкусное, что вкуснее королевские. Ни одной руки. Двенадцать рук, что вот этот, вот вкуснее. С тех пор я так зауважал этого самого жерделя, так зауважал, а теперь приходит весточка, а вот Кантемансис, приполярный, приполярный округ, посмотрите по карте. Пожалуйста, вот фотографии, и два раза крупнее моих. Но этот год особый, я скажу вам еще, я в таких случаях стараюсь как-то делиться. Смотрите, это получилось так, если по объему уже такие урожаи были, а это по крупности он два-три раза мельче обычного, так, 100-граммовый стали, 50-граммовыми, 50-граммовый стали, 30-граммовыми, так, и я понял одно, да, еще тысячи моих абрикосов дружно плодоносят в чужих садах. Здесь мне тоже никто никогда не скажет спасибо, кто-то когда-то купил, сказал спасибо, что продали, и все, и вдруг гигантские урожаи вот такие же, в сотнях садах, я боюсь сказать слово тысячи, потому что мнои абрикосы не пропадают, благодаря особой посадке, давайте еще, все-таки учеба есть учеба, пусть это будет учеба и фильм, посадки на холмы, чтобы не ждать, когда холм сама природа сделает с годами, вот, холм делаю я сам, видите, вот, идем дальше, вот это молодежь, смотрите, почему здесь нет холма, знаете почему, сказать, потому что это бывший питомник, на ровном месте садил, а потом они начали приподниматься уже сами, а вот это молодежь, уже, по-моему, заранее посажено на холмы, вот видите, кстати, посмотрите, какая прелесть, вот это, прелесть, это мы в селенную сану Савиничу садили, посмотрите, какое чудо растет, там бирка, спросите меня, что это, я не скажу, вот, вот еще холм, я вот это, подчеркиваю, что вот так надо делать, да, вот видите, потом с этого холма лишняя вода скатывается и попадает как раз там, где кончики корней, кончики, а сами корневые шейки не преют, а основание штамба не заглублено, кстати, вот еще один посыпался, это амур, одно из классических деревьев, оно потом еще краснее будет, вот, видите, а это они посыпались чуть-чуть раньше времени, ну, ветер сбил, так, и еще раз возвращаю к той теме, я с помощью телевидения зафиксирую, ну, наверное, сибирский рекорд, это был южанин, и еще одно дерево, которое, я постараюсь зафиксировать, попрошу пока Сергея не собирать, с него собирает Сергей или его помощник, с таким расчетом, чтобы посадить очередную партию и вырастить сеянцы в качестве подвое, чтобы потом привить, он позже идет, это не обращать внимания, по пути, чего-то только нет, это все по пути, чего-то только нет, а сам, вот он, вчера с него было снято второе дерево, собрано второе дерево, и пока все, но оно, это эсмонджорис, будет чуть позже, с него высыпалось очень мало, вчера подсобрали, так, и здесь должен быть, что-то молодежь, а этому уже 36-38 лет, вот, и здесь такой же урожай, они еще мельче, вот, и сейчас я договорю свою мысль, вот, и его надо зафиксировать, потому что 30 ведер уже было, знаете, когда, в 2007 году, то есть, черт знает, когда уже был рекорд 30 ведер, а нигде не зафиксировано, только мои слова, вот, показываю обучение, ой, посмотрите, какой урожайщик, какой урожайщик, а что за этим, а вдруг все я придумал, а вдруг это не мой сад, нет, ребята, вот это чудо, вот у него своя судьба, у него своя история, здесь должна висеть табличка, не подходить под стряхом, ареста, штрафа, подпись, ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций, таких деревьев по стране единицы, вот, все это надо фиксировать, ну, и, наконец-то, заканчиваю эту самую речь, итак, невиданный урожай, это, вы понимаете, вот вчера вот здесь было собрано два ведра, ну, есть фотографии, это было еще гуще, чем сейчас, вот, взяло и посыпалось, вот оно, вот так, и вот все это везде и всюду, а еще на том участке мы не были, в саду номер два не были, в саду номер три не были, все это вместе говорит о том, что лучше бы не случилось, но надо ждать беды, если дерево уходит все не в качество плодов, а в количестве, видите, что делается, вот, даже культурное, кто бы сказал, что это королевский, который виной год достигал 80-90 грамм, вот это дерево, вот, количество, не количество мякоти, не масса мякоти, а количество семян, обычно это случается перед большой, большими стихийными бедствиями, а по всей планете творится бог знает, что, где топит, где дикая засуха, в Западной Европе люди падают замертво на улицах при температуре плюс 40-45, замертво падают, вот, людей в одежде обычно все поливают из шлангов, вот, а люди не возмущаются, единственное спасение дойти до дома, например, из магазина, их поливают со шлангом прямо на улице, никто не ропщит, их спасает, что будет завтра, мы не знаем, мы пережили дикую засуху, пол лета, вот это началась вторая полнолетая, я снимаю прямо под дождем, видите, ну пусть он мелкий, но вот они, листочки, ну, качество сами судите, вот, никогда мои деревья абрикосовые не болели, никогда, 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 я каждый год это показываю, и говорю, ребята, прекратите колесить деревья, забудьте обрезку на выращивание искусственной этого самого штамба, вот, на раскрытие кроны, на осветление кроны, и у вас будут сады, кто-то когда-то сказал себе, я баллы не дурак, я их научу колесить деревья, это один вариант, колесить деревья, и они будут у нас всю жизнь на игле, это химикаты, удобрения, это химикаты, удобрения, вот, грибами будут покрыты все, во всей России, и не только в России, сады, грибами, а грибы, они безобидны, они едят метричину, а мы их научим, что тоже надо еду химикат, начиная с фунгицидов, столбанных, вот, или второе, те, кто учат, уничтожать муравьев, вот, уничтожать деревья обрезкой, они сами не ведают, что творят, просто не ведают, вот, первое слива начало, 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 темнеть, то есть, созревать, все, друзья, я заканчиваю, извините, я еще раз повторяюсь, я на этом зациклен, ждем, рекорды, чуть не сказал, мировые, в дикой породе манджурцы больше дают плодов, потому что никто не подходит к ним секаторам и не перекапывает почву, уничтожая дерн, уничтожая муравьё, уничтожая червей, уничтожая бактерии, но это уже другая будет история. Редактор субтитров А.Семкин